Через секунду голова Джуди уже находилась практически во рту Ника. Оставалось лишь только щелкнуть пастью, чтобы полакомиться вкусной молодой крольчатинкой. Бип-бип человеке. Сейчас я расскажу вам, историю которую мы возможно сможем увидеть в клевом мультфильме Зверополис 2. Идею для этого выпуска предложил Максим. Передаю тебе привет. Спасибо за 100 рублей. Кстати, если у тебя есть интересная идея для следующего выпуска, то я могу сделать по ней ролик. Для этого нужно задонатить всего 100 рублей. Ссылка находится в описании. Ну а мы начинаем. Короче погнали. Проснувшись рано утром, Ника и Джуди отправились в лес. По просьбе капитана Буйволсона, чтобы проведать одного бобра, который нуждался в помощи. Дело в том, что по ночам кто-то начал вырубать деревья, а потом быстро увозить их. Наши пушистые герои быстро туда рванули, чтобы со всем разобраться. Доехав до пункта назначения, они припарковались на обочине, а потом пошли к тому месту, где располагалась хата бобра. «Давненько мы не были в лесу», — подметил лис. «Это точно», — поддержала разговор крольчиха. «Воздух тут невероятно чистый, дышится очень легко и свободно», — сказал рыжий парень, смотря на небо. «Мы можем тут остаться и пособирать грибы с ягодами после того, как поговорим с терпилой», — предложила ушастая девушка, весело шагая в припрыжку. «Это крайне хорошая идея», — обрадовался Николас. «Добравшись до деревянной хижины, наши пушистые герои постучали в дверь, но им никто не открыл. Тогда рыжий полицейский заглянул в окно и увидел лежащего на полу бобра. Он быстро среагировал и выбил входную дверь, потом со своей напарницей забежал вовнутрь. К счастью, егерь оказался жив. Он просто очень сильно напился до свинского состояния. «Видимо, это с горя, но как тут не пить, если твой родной лес рубит в щепки?» «Давай его переложим на кровать», — предложил лис. «А когда он очнется, тогда мы с ним и поговорим», — добавил он, засучивая рукава. Наша пушистая парочка так и сделала. Ник взял бедолагу за передние лапы, а Джуди за задние. Аккуратно положив спящую тушку бобра на мягкое место, они вышли на улицу и сели на крыльцо. «Я чувствую, что спать он будет еще очень долго», — вздохнула крольчиха. «А мы толком еще не успели позавтракать. В животе уже урчит», — пожаловалась ушастая напарница. «Ты сиди сторожи этого мужика, а я пойду порву ягод», — предложил ржавый. «Я неподалеку видел кусты с черникой, или голубикой, или может это были волчьи ягоды», — задумчиво произнес он. «Ты совсем что ли дурак? Смотри ночных горлодеров не налопайся, они в лесу тоже растут», — предупредила крольчиха. «Не переживай, я просто шучу», — успокоил ее Николас, а потом пошел по тропинке и через минуту скрылся за листвой деревьев. Джуди сидела на крыльце, в ожидании своего напарника. Ее немного разморило на природе. А еще солнышко начинало сильно припекать. Морковка сама не заметила, как задремала, облокотившись на стену дома. Но выспаться не получилось, она резко вскочила из-за громкого шума. Джуди издалека услышала рык хищника, который направлялся в ее сторону. Когда это животное вынырнуло из-за кустов, то оказалось, что это был озверевший Ник. Видимо, он все-таки перепутал ягоды и слопал горсть ночных горлодеров. Крольчиха сильно испугалась и бросилась бежать. Рыжий лис прыгнул на нее, выпустив острые когти, но, к счастью, промахнулся. Ушастая девушка бегала от своего обезумевшего друга вокруг дома, а потом запрыгнула на крышу. Николас смотрел на нее диким взглядом, сильно скалив зубы. Было очень жутко и страшно. Потом он с разбегу ломанулся к своей цели. Ему удалось приблизиться практически вплотную к Джуди, но она в последнюю секунду спрыгнула вниз. Беготня вокруг дома опять продолжилась. Крольчиха швыряла в своего обезумевшего напарника камни и ветки, чтобы оторваться, но это совершенно не помогало. В итоге морковка запнулась об корягу и подвернула лапу. Рыжий лис быстро настиг свою жертву. Он крепко взял маленькую крольчиху передними лапами, а потом широко раскрыл свою огромную зубастую пасть. Через секунду голова Джуди уже находилась практически во рту Ника. Оставалось лишь только щелкнуть пастью, чтобы полакомиться вкусной молодой крольчатинкой. Морковка уже смирилась со своим концом. Вся ее жизнь пронеслась перед глазами. Она совершенно не могла поверить в то, что ее погубит самый любимый зверь в ее жизни. Вдруг раздались три громких выстрела из обреза. Это проснулся тот самый егерь и пристрелил взбесившееся животное. В результате лис упал, а крольчиха освободилась. А потом в ужасе посмотрела на своего напарника. После этого она бросилась к его бездыханному телу и сильно заревела. Не переживай ты так. Я его просто соль его приходовал. Успокоил ее бобер. Он вроде бы еще живой, вот только в ближайшую неделю его задница будет очень сильно гореть. Добавил егерь, а потом хрюкнул и посмеялся. Джуди проверила пульс раненому товарищу. Убедившись, что все в порядке, она и ворошиловский бобер затащили пострадавшего в хату и положили на кровать. Егерь достал из аптечки пузырек с противоядием, чтобы снять действия ночных горлодеров. Ближе к вечеру Ник очнулся. Он вообще ничего не мог понять, и буквально выл от боли, потому что его зад очень сильно болел. Что со мной случилось? Спросил рыжий парень. Ты слопал несколько ягод ночных горлодеров, а потом озверел и попытался съесть меня. Ответила ушастая девушка. Егерь тебя обезвредил дробью из соли. Добавила она, крепко взяв за лапу своего парня. Минуточку, я точно помню, что не ел этих ягод. Начал припоминать лис. Меня только ужалила пчела, сказал он, а потом показал вздувшийся укус на шее. Все понятно. Эта пчела собирала нектар с ночных горлодеров, и часть пыльцы попала в кровь через рану, объяснил бобер, разводя лапами. Прости меня, морковка. Я так виноват перед тобой, простонал Ник, корчась от боли. Это неправда. Эта пчела могла ужалить кого угодно, успокоила его Джуди. Я бы тебя точно разорвала на куске, если со мной такое бы случилось, добавила она, а потом улыбнулась. Рыжий лис посмеялся вместе с ней. А ты выпить хочешь, чтобы снять боль? Предложил егерь подстреленному зверю. Спасибо не нужно, я же на службе. Уверенно ответил Николас. Уже начинает темнеть. Давайте устроим засаду, и поймаем этих вырубателей. Предложил он, смотря на часы. Вот куда ты собрался с простреленной задницей? Возмутилась крольчиха. Наши коллеги там уже сидят в укрытии. Они и без нас справятся. Сказала ушастая девушка, слегка приобняв своего парня. Наши пушистые герои эту ночь провели в лесном домике, вместе с бобром, который был просто в шоке от всего происходящего. Банда, незаконно вырубающие деревья, была задержана на месте преступления. Короче, все закончилось хорошо, вот только один рыжий зад болел целую неделю. Может быть мы с тобой сгоняем к твоим родителям. Пока я еще на больничном. Предложил лис, почесывая свою попу. Это хорошая идея. Свежий воздух тебе не повредит. Обрадовалась крольчиха, а потом начала собирать чемодан. Ник и Джуди поехали в малые норки в свой отпуск. Приехав туда, отец морковки пожаловался на бурундуков, которые постоянно прибегают по ночам на их участок и воруют их припасы. Наши пушистые герои устроили засаду и застали мелких воришек врасплох. Бурундуки ничего не успели понять, как оказались в цепких лапах Ника Уайлда. Ну что, попались маленькие гаденыши. Сейчас я вас буду есть. Рявкнул Ник на негодников, которые сильно задрожали и чуть не умерли от страха. Не нужно нас есть. Пожалуйста, отпустите нас. Дрожащим голосом прокричал один из бурундуков. Спокойно, я же просто пошутил. Ответил рыжий лис. И через секунду его свирепый оскал сменился на улыбку. «Зачем вы постоянно воруете у нас?» Спросила Джуди на хмуре в брови. «Если вам очень сильно нужна была еда, то могли бы просто попросить. Мои родители поделились бы с вами с радостью». Добавила она. «Мы не виноваты. Нас заставляет красть огромный кот. Мы ничего не можем с ним сделать. У него в заложниках находится один из наших братьев». Ответил бурундук. «Ну тогда пора наведаться к этому котяре и надрать ему хвост». Предложил Ник. «Где его можно найти?» Спросил рыжий лис. «Вы правда нам поможете?» Переспросил один из грызунов. «Этот кот очень опасен. Он может перегрызть шею за секунду». Добавил он. «Правда поможем. Мы работаем в полиции Зверополиса и всегда помогаем животным, попавшим в беду». Успокоила его Джуди. «Кот живет в паре километров от этого места. Мы покажем, куда складываем припасы». Ответил один из бурундуков. «Короче, план такой. Мы тихо подкрадываемся к котяре и стреляем в него из транквилизатора». Предложил рыжий лис, снова делая важный вид. «Это просто гениальный план». Похвалила его Джуди, а потом улыбнулась. «Мы недавно бились с тиграми, поэтому большого кота мы закрутим без особых проблем». Уверенно ответила морковка. «Буквально через 15 минут наши пушистые герои добрались до сарая, в котором должен был быть плохой кот». «Так, ребята, несите этот мешок коту и ведите себя как обычно. Мы должны убедиться, что он там». Сказал Ник, смотря на бурундуков. «Они так и сделали. Зайдя в сарай, зверьки бросили мешок коту, а потом подали сигнал, который означал то, что все в порядке и можно начинать захват. Через пару секунд наши пушистые герои влетают в здание и берут котяру на мушку». «Вы обвиняетесь в краже и похищении. Лапы вверх!» Прокричал Ник, сурово смотря на кота. «И даже не думает шевелиться. Одно резкое движение, и ты получишь дротик в глаз». Пригрозил он. Злодей явно такого не ожидал. Ему ничего не осталось, как поднять лапы и сдаться. Тем временем Джуди вызвала местный наряд полиции, который приехал примерно через 20 минут и упаковал этого гада. Бурундуки освободили своего брата из клетки и поблагодарили наших пушистых героев. Они нашли семена морковки, которые так сильно нужны были отцу Джуди. Вернувшись домой, наши пушистые герои рассказали родителям морковки о том, что нашли семена и наказали злодея. Так что теперь им больше не стоит бояться незваных гостей на своем участке. По этому случаю они решили устроить вечеринку, на которую пригласили бурундуков и всех соседей. Было очень весело, впрочем, как и всегда. Ник и Джуди провели две недели в малых норках. Они полдня гуляли на свежем воздухе, а вторую половину дня валялись в постели, занимаясь любовью. Короче, наши пушистые герои отдохнули как следует. Теперь они готовы вновь вернуться на работу, чтобы ловить самых опасных преступников Зверополиса. Продолжение следует. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok